А теперь кадры, которые мы получили из Сирии. Базу Хмимим, где дислоцированы самолеты Воздушно-космических сил России, по поручению президента, посетил министр обороны Сергей Шойгу. Глава военного ведомства провел также переговоры в Дамаске с Башаром Асадом и обсудил с ним сотрудничество в борьбе с терроризмом. Все подробности в материале Антона Верницкого. Прибытие российского министра обороны в Сирию оказалось неожиданным не только для подчиненных Сергея Шойгу. Привычный график работы российских военных на авиабазе Хмимим эта инспекция, впрочем, не нарушила. Товарищ министр обороны Российской Федерации, в начале штаба группировки генерал-майор Житков. Здравия желаю. Министру показали работу беспилотных аппаратов, которые отслеживают активность в местах, где вооруженные группировки так и не присоединились к перемирию. А вот сирийский президент Башар Асад, с кем глава Министерства обороны России провел переговоры, увидев Шойгу, не смог скрыть своего удивления. Добро пожаловать. Очень рад вас видеть. Очень рад вас видеть. Очень рад вас видеть. Вчера встречался с иракскими коллегами, мы обсуждали наши военные планы. И так как это проходило после вашей встречи в Тегеране, я предположил, что в Сирию прибудет представитель от российского генерального штаба. Но никак не ожидал, что вы лично приедете, товарищ министр обороны. Неделю назад Сергей Шойгу прилетал в Тегеран, где провел переговоры с министрами обороны Сирии и Ирана. На них обсуждалась ситуация, сложившаяся в регионе. Что касается сегодняшних переговоров с Башаром Асадом, то их в российском министерстве обороны прокомментировали коротко. На встрече затрагивались актуальные вопросы военного сотрудничества в рамках борьбы с террористическими группировками. При этом на авиабазе «Хмимим» боевая работа не прекращалась. Министру показали не только быт наших военных, но и то, что защищает их позиции зенитного комплекса С-400. Обнаруживать любые типы летательных аппаратов на дальности до 600 километров. На маловысотные и низколетящие до 150 километров. Сергей Шойгу пообщался и с летчиками, и с техниками, часть из которых как раз готовила к очередному вылету истребитель. По их словам, новейший комплекс позволяет ускорить заправку самолетов в разы. Под давлением 3,5 атмосферы заправляется самолет до полной заправки практически 20 минут. Примечательно, что как раз сегодня американский телеканал CNN, ссылаясь на некоего чиновника в Пентагоне, сообщил, что российские воздушно-космические силы якобы провели серию авианалетов на, как называют их в самих США, представителей умеренной оппозиции. Якобы для выяснения ситуации в небо даже были подняты американские штурмовики, которым, впрочем, так и не удалось связаться с нашими летчиками. В Министерстве обороны это категорически отрицают. По словам наших военных, продолжается боевая точечная работа по уничтожению террористической инфраструктуры. При этом министр обороны дал указание российскому центру примирения враждующих сторон наращивать переговоры с главами местных администраций и командирами военизированных формирований о присоединении к процессу примирения и режиму прекращения боевых действий. Антон Верницкий, Ольга Меркулова, Первый канал.